одну из достопримечательностей краснодара является парк галецкого он же парк краснодар он же черно-зеленый получившие последнее название благодаря цветам футбольного клуба краснодар привет друзья я сейчас краснодаре и сегодня этот выпуск про один из наверно самых красивых и современных парков во всей россии сразу говорю что снимал я материал для этого выпуска в течение двух дней на протяжении целого месяца то есть одни кадры сделаны месяц назад и в ноябре и оставшиеся вот записываю я уже это все дело уже сейчас поэтому можно посмотреть когда было здесь относительно тепло ну еще не было снега и вот сейчас построен парк на средства сергея галецкого предпринимателя президента и владельца футбольного клуба краснодар открыт парк был 28 сентября 2017 года потрачено на его строительство примерно 4 миллиарда рублей парк уже успел получить одну из наград в 2019 году он стал лучшим парком в номинации и брейджен парк ворс премии international large urban park awards на территории парка посажено огромное количество деревьев среди которых дуб алиха бонсай тополь сосна тюльпанное дерево декоративная слива и много других площадь парка 22 гектара что ж в два раза больше новороссийских лесов гулять в парке разрешено и по газонам а велосипедной дорожки здесь отсутствует специально велосипедистам можно ездить везде под лавочками которые тянутся на три с половиной километра гигантский светильник длиной в полтора километра весной здесь цветет лаванда еще такой момент что я хорошо знаю достаточно краснодар потому что когда-то я здесь учился в университете и на тот момент это был 2004 год и я приезжал сюда регулярно не был здесь уже последние лет наверное 5-6 и здесь на этом месте не было ничего то есть я знаю как здесь было и я знаю как здесь вот сейчас и что хочется сказать ну это просто аплодисменты галецкому и ну конечно кто здесь живет кто здесь когда-то был тот кто имеет представление об этом обо всем потому что понимаете один человек он на этом куске земли не маленьком он не застроил не сделал тут какие-то торговые центры как это у нас всегда делается он здесь не построил опять дома какие-то многоэтажные а благодаря нему здесь сделали просто офигеть какое общественное пространство и это очень круто очень круто что люди бизнесмены думают об этом и какое это влияние оказала на город но это нужно поговорить вообще с краснодарцами потому что я еще не встретил ни одного человека здесь кто бы как-то негативно отзывался о галецком о клубе о парке кстати парк называется парк краснодар ну это везде в интернете но местные называют его парк галецкого и даже мне приелась как парк галецкого парк галецкого здесь кстати даже к спорному на сайте написано парк футбольного клуба краснодар парк краснодар но все-таки постоянно по старинке по привычке ну и конечно за просто в знак уважения наверно называют называют это место парком галецкого еще очень важный момент что когда все это дело началось все это делалось за счет одного частного инвестора и вы уже поняли какого государства и местные органы управления не вложили сюда ни рубля и можно посмотреть что получилось не участвует администрация а участвует частный инвестор разработкой проекта занималась архитектурное бюро из германии gmp international они же занимались разработкой проектов спортивных арен в краснодаре сочи берлине киеве а также бразилии и юар а в качестве архитектора парка выступил игорь марков по его словам галецкий хотел чтобы атмосфера была как в театре только футбольном чтобы все кто приходил сюда чувствовали себя так словно они попали в другой мир территория парка располагает множеством прогулочных дорожек водоемов зон активного отдыха здесь есть развлечение на любой вкус и цвет скейт-парк площадью 1000 квадратных метров фонтан каток водные музыкальные лабиринты веревочный парк баскетбольная площадка скалодром недавно в парке открылись кафе и бургерная которые стали новым инвестиционным проектом сергея галицкого шеф-повар заведения знаменитый владимир щепилов посмотрите какая подставочка под дерево огромная очень круто еще что рядом со стадионом из парком находится футбольная академия краснодар вы знаете несмотря на то что парк относительно небольшой если сравнивать к примеру с тем же парком горького московским или ну к примеру вот недавно я был в олимпийском парке в сочи олимпийский он в 10 раз больше чем парк галицкого там олимпийские объекты но при этом как мне кажется пустовато здесь парк галицкого он ну мне кажется и по размеру и вообще по своей насыщенности объектов которые есть на нем просто идеальный здесь просто огромное количество различных зон здесь гигантское количество деревьев разных высаженных здесь аллеи и это не просто вот знаете часто когда вы находитесь на каком-то стадионе и рядом со стадионом подходы к нему они ну это тупо бетон огромные забетонированное пространство но посмотрите что сделал краснодар здесь даже если брать плиточку понять это не просто бетон и все укатано в асфальт а это разные зоны у вас есть к небольшая плиточка есть посмотрите какая уже плиткой везде дорожки изгибы очень круто это все смотрится сверху с высоты птичьего полета используется огромное количество деревянных зон где можно посидеть здесь есть и вода фонтаны очень круто я не попадал в темное время но здесь все очень круто подсвечивается уже когда все темнеет это тоже отдельная история здесь есть еще большое количество различного рода арт-объектов и давайте вот я вам покажу к примеру один из них вот смотрите какая штука смотрится тут все смотрится нереально круто вот я я просто не могу ни к чему придраться зонирование ландшафтный дизайн посреди вот разные лестницы спуски подъемы спирали повороты просто просто обалдеть одна из гордостей парка амфитеатр где проводятся различные мероприятия концерты и кинопоказы другая гордость гораздо больше по масштабам и именуемая среди жителей города как краснодарский колизей или галлизей сочетая фамилию создателя и название римской достопримечательности конечно же стадион футбольного клуба краснодар он расположен прямо на территории парка в 2017 году на этом стадионе проходили съемки фильмы данила козловского тренер вместимость чаши спортивного сооружения составляет 35 тысяч 59 мест по словам сергея галицкого арена себя никогда не окупит при этом точную сумму потраченных средств инвестор не называют вы смотрите даже как сделаны мусорки здесь каждые 10 метров стоят вот если со стороны идешь кажется что это просто бетонный квадрат а на самом деле каждом этом бетонном квадрате все они оборудованы урнами внутри и они есть везде еще конечно то есть ну огромное количество зелени территории газонов когда ходишь по парку вот я здесь сколько времени провел везде где-то кто-то убирается чистит снег убирает постригает деревья вешает какую-то там гирляндочку на дерево то есть видно что за всем за этим очень тщательно следят и по периметру ходит охрана смотрит за всем но это радует вот смотрите тоже еще очередное пространство это среди как прикольно сделано под куполом по моему внутри этого муки парис я могу ошибаться я не знаток растительности сильный здесь по периметру посмотрите искусство да и только и конечно берет гордость за город за вот это вот все потому что уровень реально не не просто это уровень один как можно сказать там до один из лучших в россии а это реально вот стадион парк я могу сказать определенно что это наверное уровень мировой и вообще я был на среди стадионов на которых я был и был там барселона берлин мюнхен те же лужники до в москве ростов-арена итальянские стадионы челси манчестер юнайт у меня кстати есть выпуски я определенно могу сказать что вот этот стадион и парк лучше вот всех тех стадионов где я был определенно это на 200 процентов из это просто берет гордость особенно как человек человек который жил в краснодаре вот до всех краснодарство то что у нас есть вот такие вот объекты не просто национального мирового уровня как сказал один известный писатель топчик арена оборудована всем необходимым а также тем что было использовано впервые например здесь впервые использовали мембранную крышу с газовым отоплением и огромный видеоэкран по периметру чаши стадион и славится тем что здесь нет официального табло а информация о текущем матче расположена на 3d экране размером 4700 квадратных метров внутри в раздевалке у футболистов всегда есть свежие фрукты шоколад и кофе здесь также есть массажный кабинет тренажерный зал два бассейна ледогенератор душ шарко при стадионе вк краснодар есть также академия футбола где особо одаренные дети могут обучаться жить в пансионате и даже получать стипендию а а а а а а а а